Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, достаточно актуальный, как относиться к тем, которые смеются над нашей христианской верой, над нашими убеждениями, над почитанием Пресвятой Богородицы, почитанием святых, и в то же время ссылаются на Священное Писание, держат в руках Библию или Евангелие, и, пытаясь на основании Священного Писания, опровергают наши христианские убеждения. Прежде чем ответить, дорогие друзья, мне хочется зачитать вам очень мудрый ответ святителя Николая Сербского, Велимировича, из его миссионерских писем. Он так и называется, этот ответ. «О сеятеле плевел». Вы пишите мне, что к вам пришел молодой человек с некой новой верой. Он опровергает все – церковь, святых, иконы, кресты. Особенно он ополчился против Пресвятой Богородицы. Ходит из дома в дом, из лавки в лавку. Бесплатно раздает книги и газеты, в которых написано все, что он проповедует. Хула на православную веру. Говорит, что приехал из Америки, чтобы просвещать вас. Еще утверждает, что все американцы верят так, как он. О том, какую секту представляет, не говорит. О том, что он сектант, вы убедились сами. «Чтобы мне говорить, братья, пусть апостол скажет». Святой апостол Петр называет таких ложными учителями и пророчествует об их появлении в мире. «Будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и навлекут сами на себя скорую погибель». Второе послание апостола Петра, 2 глава, 1 стих. А прозорливый евангелист Иоанн Богослов предостерегает, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, ибо много лжепророков появилось в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. «От себе скажу вам, братья, ложны слова его о вере американцев. Ложь тоже, что плевелы, а он – сеятель плевел. И в Америке есть православная церковь, много храмов, священников и епископов. Это наши православные братья по вере – русские, сербы, болгары, румыны, сирийцы. Когда-то, отягощенные мучительным бременем тяжкого труда, сейчас еще более мучительным, безработицей, они сохранили свою веру и свою душу от таких сеятелей. Тогда, потерпев неудачи в Америке, сектанты направили свои силы и своих агентов на Балканы». Ну, святитель Николай Сербский говорит о Балканах, но, я думаю, дорогие друзья, это актуально и для нашей прекрасной Родины, России. «Чтобы своими окаянными деньгами и бесплатными книгами покупать наши души. Не продались мы туркам, неужели продадимся американским лавочникам? И не в нашем обычае продавать веру за похлебку. Мы больше тысячи лет идем по жизни с православной верой, мы пролили за нее кровь. И она, вера, даровала нам дух. «Наши святые живы и поныне и являют себя в многочисленных знамениях и чудесах. Подобно тому, как сила электричества струится по проводам, так и сила Божия струится к нам через святых его. То родитель, родитель с Большой Бухой, о Боге идет речь, желает прославить детей своих, являя силу свою через них. То есть родитель, Бог, через святых своих являет свою благодатную силу. Силу и помощь угодников Божиих почувствовали не только мы, христиане, но и наши балканские мусульмане. «Мусульмане признают силу нашей веры, но не признают нашу силу веры». Вот обратите внимание, дорогие друзья, немножко остановлюсь. Здесь очень мудро святитель Николай Сербский делает акцент. «Мусульмане признают силу нашей веры, но не признают нашу силу веры». То есть мы, мы современные христиане. Святитель Николай писал это письмо в 30-х годах 20-го столетия, но и сейчас эти слова очень актуальны. Наша вера, нас немощных, тепло-хладных, порой привыкших к комфорту современных христиан, наша вера такова, что, глядя на нас, едва ли будешь уважать наши убеждения. Едва ли порой на нас, ну не на всех, конечно, но многих, взглянув на нас, мусульмане могут сказать, вот это действительно верующий человек, вот он достойно относится к своей вере и, естественно, он достойен уважения. Вот именно этот акцент и делает здесь святитель Николай. Позволю себе еще раз зачитать это предложение. «Мусульмане признают силу нашей веры, но не признают нашу силу веры». Святой апостол Павел пишет Тимофею, что, имея облик благочестия, многие от веры отступили. И советует Тимофею, от сих уклоняйся. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 5 стих. «Мы же держались и держимся книги, то есть Священного Писания, и силы, то есть знамения чудес Божьих, через святых, иконы, крест, молитвы и через причастие явленных. Нам не защищать Пресвятую Богородицу от хулителей. Она сама защитит себя. Хулители ее рыдают от мук на адрес смертном». И далее святитель Николай в своем письме описывает случай, который был ему известен. «Был среди нас один крещеный человек, который совершал поругание иконы Пресвятой Богородицы. Долго болел он перед смертью, долго болел. Все защищался от кого-то, размахивал в воздухе руками. День и ночь кричал, арабы, черные арабы, оставьте меня. Когда отслужили над ним молебен Пресвятой Богородицы, он успокоился. Потом заплакал и сказал, «Вот пришла Матерь Божия, и же злом своим отогнала от меня арабов». Несколько дней он плакал после этого, целуя икону Пресвятой Богородицы. «Слава тебе, Матерь Божия, ты простила меня», — шептал он, и тихо пропев «Достойно есть», мирно отошел в вечную жизнь. Благословение Божие да укрепит вас, братья». Вот такое мудрое, жизнеутверждающее наставление святителя Николая Северского. Надо помнить. И среди нас сейчас ходят сеятели плевел. Все им не так. Вроде бы держат Священное Писание в руках. Святые для них не святые. Святой Крест животворящий для них. Покажи мне в Писании, где сказано, что надо Кресту поклоняться и его почитать. Хотя есть ясные и недвусмысленные слова святого апостола Павла. Слово о Кресте для погибающих и родства есть. А для нас, спасаемых, сила Божия. Пресвятую Богородицу они не почитают, не верят в бессмертие души. Все таинства Церкви не отвергают. Ходят среди нас вот эти сеятели плевел. Но надо молиться за них, чтобы Господь и их просветил. Даровал им веру и покаяние. А самим твердо держатся православные веры, как вот мудро здесь сказал святитель Николай Сербский. Защищать Пресвятую Богородицу и святых не надо, они сами себя защитят. Укрепляйте свою веру. Читайте Священное Писание. Дорожите тем, что вы православные. Храни вас всех Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...